Итак, сегодня в выпуске. Повышение цен вызвано очень нестабильной экономической ситуацией в стране и конкурентной средой на рынке. В целом, семейство Lada Granta подорожало примерно на 15-30 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и модификации. Теперь цена самой доступной Granta составляет 383 900 рублей. Kalina прибавила около 14-36 тысяч рублей. Largos'ы стали дороже где-то на 14-38 тысяч рублей. У внедорожника Lada 4x4 цены изменились на 14-18 тысяч рублей. При этом ценник новинок седан Lada Vesta и хэтчбэка Lada X-Ray остались прежними. На этом же уровне остался прайс-лист и седана Lada Priora. Совсем недавно Автоваз объявила о начале приема заказов на новую базовую комплектацию модели стоимостью в 389 тысяч рублей. Тем временем чистый убыток Автоваза вырос почти в три раза – до 73,8 миллиарда рублей. Выручка компании сократилась на 8%. Причиной отрицательной динамики названы сокращение рынка, а также рост стоимости сырья и комплектующих. Представители Автоваза утверждают, что компания активизирует выполнение антикризисного плана, который должен улучшить финансовые показатели в 2016 году. Поэтому Автоваз решил срочно поднять цену. В интернете появилась информация о нескольких специальных пикапах Lada 4x4, которые собрали специально для высшего руководства госкорпорации Ростех. Сборка этих автомобилей занималась компания SuperAuto. Речь идет о пикапах Lada 2329, подготовленных для охоты. В их четырехместных салонах есть кондиционер, специальные отсек для хранения оружия, а в кузове размещены сидения с ремнями безопасности для стрелков и упор для ведения стрельбы с мягким противосходящим покрытием. От стандартной машины лимитированной серии также отличается 93-х сильным 1,8-литровым мотором, электроприводом блокировки межосевого дифференциала и включение понижающей передачи силовыми бамперами, фаркопами и лебедкой. Кроме того, в оснащении машины появилась усовершенствованная подвеска с амортизаторами Каяба, задний дифференциал с блокировкой и более крупные колеса размерностью 215 на 75, 15-го диаметра. Ожидается, что всего будет выпущено несколько десятков таких машин. В открытую продажу они не поступят. Непонятно, в чем преуспел Ростех и почему машины только для руководителей Ростеха, а не для народа. Многие охотники и любители активного отдыха оценили бы данную модификацию Lada 4.4. Тем временем АвтоВАЗ начал функционирование обновленного сервиса онлайн-покупок автомобилей марки, пока список ограничен пятью моделями. Основными преимуществами нового сервиса в компании называют экономию времени и возможность внесения предоплаты банковской картой Visa и MasterCard. Цена автомобиля фиксируется на момент внесения предоплаты или заключение предварительного договора в дилерском центре отметили в компании. Таким образом, любой покупатель Lada теперь получит дополнительные гарантии того, что ему будет доступен автомобиль выбранной версии. На сайте онлайн-покупки представлено пять моделей Lada Granta, Calina, Largus, Priora и Lada 4x4. Для заказа доступны все версии исполнения, кроме Sport. Выбрав нужный автомобиль, система перенаправит вас в конфигуратор, где указано, какие автомобили в каком цвете и с ПТС какого года есть в наличии на складе. Далее необходимо выбрать дилерский центр, куда будет доставлена машина. Затем можно внести предоплату или в течение пяти дней заключить в дилерском центре договор. Забронированный автомобиль можно выкупить сразу, если он находится у дилера или приобрести в дилерском центре, получив приглашение по электронной почте. Пока ижевский дилерский центр является единственным салоном, который полностью отвечает нынешней стилистике марки как снаружи, так и внутри. 15 февраля в России открылся второй автосалон, расположенный в Казань, соответствующий всем новым корпоративным требованиям Lada. Стали известны новые подробности о первом турбированном двигателе разработки автоваза, который будет устанавливаться на серийные автомобили Lada. По словам директора профильного производства Александра Сверчкова, на подходе турбированный двигатель объемом 1,4 литра и мощностью до 150 лошадиных сил. Известно, что степень локализации нового мотора превысит 60%. 150 сил – это не пиковая мощность двигателя ВАЗ 111-92Т. Максимальная отдача составляет порядка 163 лошадиных сил. Тем не менее, как говорил ранее директор проекта Lada Granta, Calina и X-Ray, Олег Груненков, серийные Lada не получат двигатель мощнее 150 лошадиных сил. Такое ограничение сделано из-за российского законодательства ставка транспортного налога на автомобиль с мотором мощностью более 150 лошадиных сил выше в два раза. По данным портала колеса.ру, скоро на российском рынке стартуют продажи пятидверной Lada 4х4 версии Urban. Как и трехдверный внедорожник, в этом исполнении пятидверка получила окрашенный в цвет кузова бамперы, другого дизайна, накладки порогов пола, литые 16-дюймовые диски и новую решетку радиатора. В список оборудования полноприводного вездехода вошли гидроусилитель рулевого управления, электропривод и обогрев боковых зеркал, кондиционер и подогрев передних сидений. Кроме того, у модели имеется дополнительная виброизоляция. Цена пятидверного внедорожника Lada 4х4 Urban составит 552 100 рублей. Начало продаж новинки намечено на весну текущего года. На совместном предприятии GM-AutoVas началось производство ограниченной партии Chevrolet Niva комплексного цвета камуфляж. Как рассказали в компании, в основе палитры лежит цвет аустр, который сочетается с тундрой и дикой сливой. Все перечисленные эмали тольяттинский производитель использует в серийном производстве автомобилей. Комплексный вариант окраски кузова предлагается для комплектации LE и LE+. Цена более доступной версии стартует с отметки в 629 тысяч рублей. Вариант побогаче обойдется покупателям минимум 672 тысяч рублей. Первый автомобиль в камуфляже отправится с конвейеров в деревские центры Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казань. Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. В этот замечательный день желаю вам здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой.